Налоговые изменения, которые ожидают латвийцы в следующем году, поделены на три основных сегмента. Сначала о минимальной зарплате. В следующем году она увеличится до 740 евро. В 2026 году до 780, в 2027 году до 820, а в 2028 году она должна достичь 860 евро. С помощью реформы также планируется избавиться от существующей сейчас сложной системы с необлагаемым минимумом. Он теперь будет фиксированным. Со следующего года 510 евро, с 2026 года 550 евро, а с 2027 года 570 евро. Относиться он будет ко всем работающим, независимо от уровня зарплат. До сих пор дифференцированный необлагаемый минимум представлял собой очень сложную конструкцию, которая начиналась на уровне зарплат в 500 евро, потом становилась все меньше, заканчивалась на уровне зарплат в 1800 евро. Увеличится и необлагаемый налогом минимум для пенсионеров, который со следующего года станет больше на 150 евро и достигнет 650 евро. Третье важное изменение касается подоходного налога. Отныне будет две ставки. Для всех зарплат, которые не превышают 8 775 евро, в месяц подоходный налог составит 25,5%. Для тех, кто получает больше – 33%. Благодаря этому новому предложению мы выравниваемся практически по всем группам заработной платы и становимся конкурентоспособными с другими странами Балтии. Где-то лучше, где-то, может быть, чуть хуже. Но мы не там, где начинали эту работу, когда мы видели, что налоговая нагрузка на рабочую силу в Латвии самая высокая в странах Балтии. И этот шаг не вызвал никаких дискуссий. И эта реформа исправила ситуацию. Факт, что жители теперь смогут сами рассчитать налоги, что они должны заплатить или что им будет возмещено государством – это также важное достижение. Социальные партнеры правительства, работодатели и профсоюзы две недели назад забраковали предыдущий вариант реформы. Нынешнее предложение их устраивает частично. В целом, я бы хотел сказать, что со стороны профсоюзов на определенных позициях эти амбиции были, возможно, несколько выше. Но тот компромиссный вариант, который был достигнут, я бы сказал, удовлетворительный. И выгода для сотрудников в чистом виде будет. Если сказать, что в таком простом сравнении, то для постройки дома нужны кирпичи, песок, бетон, дерево и тому подобное. А у нас был песок и вода. Но на самом деле мы это получили и достигли большинства поставленных целей. По словам министра финансов Арвилса Ашераденса, от изменений в налогах на рабочую силу выиграют 97% работающих. Однако все эти шаги нужно чем-то компенсировать. Достигнуто соглашение перенести 1% социальных взносов со второго пенсионного уровня в первый. Ряд изменений еще может затронуть и другие налоги, которые не касаются рабочей силы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова